Кто такой есть человек? Что об этом говорит светская психология, что об этом говорит православие? И то, как человек сейчас выглядит, и что он из себя представляет, это катастрофа. Это абсолютно ненормальное состояние человеческой природы. А вот психология считает, что человек в его теперешнем состоянии, это абсолютно нормальное состояние человеческой природы, вполне естественное. Что называется, почувствуйте разницу. Самопознание, говорит православие, возможно только на путях богопознания. Без бога ты себя никогда не узнаешь. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович. Здравствуй, Олег. Продолжим разговор о психологии, светской и православной. Прошлое видео у нас зашло, но оно было такое пространное. Полчаса у нас получилось по таймингу. По комментариям, судя, большинство комментариев, люди спрашивают, в чем же принципиальное отличие между светской и православной психологией? Ну да, это разговор неизбежен. Надо обязательно оттенять одно от другого, чтобы люди не подумали, что мы с тобой какие-то враги психологии как таковой. Нам нужно просто знать разницу между светской психологией и православной психологией, а лучше сказать, знать разницу между психологией и православием. Потому что православная психология – это масло масляное. В православии есть психология. Это самая настоящая психология, очень глубокая и вполне самодостаточная психология, которая не нуждается ни в каких дополнительных сведениях. За 2000 лет в православии, как в психологии, накоплено столько эмпирического опыта, то есть наблюдений за человеком, и не просто за внешними реакциями человека, а за глубинными переживаниями, за движениями человеческого духа. И это настолько все по-научному систематизировано в православном учении о страстях, что это является вполне наукой и вполне самодостаточным знанием. И когда психология, которая родилась совершенно на другой территории, вне церкви, как раз-таки на путях увядания христианства, ведь надо честно сказать, что светская психология – это результат деградации христианского самосознания в Европе. Это продукт светского гуманизма, когда уже Бога никто не имел в виду. И, значит, и к человеку уже относились совершенно по-другому. Так вот, мы и должны понимать, в чем же разница. Разница в отношении к человеку. Кто такой есть человек? Что об этом говорит светская психология, что об этом говорит православие? Психология, она от слова «психе» или «психе», греческое слово. Это означает низшую часть человеческой души. Вот ту же самую часть души, которая есть у животных. Почему психология выше, чем психе, не поднимается? Почему она не затрагивает высшие сферы душевной деятельности человека? Да потому, что светская психология видит в человеке высшее животное. И все. Это высшая ступень эволюционного развития животного мира. И светская психология, она вполне вписывается в теорию эволюции Дарвина, которая говорит о никем не направленной, спонтанной эволюции животного мира, в результате которой появляется высшая форма жизни, гомо сапиенс, которая принципиально от всех остальных предыдущих ему форм жизни отличается только стадией. То есть, количественно, а не качественно. И поэтому психология, она изучает именно вот эту животную составляющую человека. Она у него есть, конечно, у нас есть то, что есть у животных. Но человек не сводится к своей животной природе, извините. В человеке есть нечто гораздо большее. Так вот, те теории личности, которые существуют в психологии, именно теории, она там не одна теория, они человека сводят именно к этому животному состоянию. Человек — говорящие животные. Да, там предполагается, что у человека есть какое-то сверх-я и так далее, но это не выводит человека из вот этого ряда живых существ в движение снизу вверх, где человек просто потомок обезьяны, конечная стадия, где там между ним и начальной формой жизни, каким-нибудь вирусом, доклеточной формой жизни. Просто стоит какая-нибудь лобковая воша, и потом через какой-то период человек появляется. Это крайне недостойно человеческого звания — так думать о себе. Так вот, я уже сказал, что есть не теория личности в психологии, а теории, и они ведь между собой не согласуются. Есть так называемая психодинамическая теория, есть бихевиоральная, когнитивная, есть феминологическая теория личности. И они друг с другом не согласны. И вот это само по себе уже настораживает. А может ли психология называться наукой, если там нет единой теории личности? Любая наука изучает универсальные законы природы, в том числе и природы человека. А универсальность подразумевает единый взгляд. Если наука создает так называемую научную картину мира, где все стройно и непротиворечиво, значит в науке не должно быть противоречий. А в психологии, как в науке, мы видим сплошные противоречия. Даже в самом основании, даже во взгляде психологии на самого человека, на предмет исследования, на его душу. Эти теории не согласуются между собой, даже противоречат, они спорят. А конкретику вы любите приводить? В чем отличие между этими теориями? Ты знаешь, если я начну, люди выключат телевизор. Серьезно, это скучно очень. Вот я просто их назвал, я именно так и хотел, что я их только назову. Если кто-то хочет поинтересоваться, пусть зайдет. Загуглит и посмотрит, чем они отличаются. С точки зрения психологии, человек — это живое существо, разумное, волевое, свободное, но это высшее животное. Психология не предполагает наличие у человека чего-то духовного, чего-то нематериального. Психология считает, что все психические функции сосредоточены в центральной нервной системе, в коре головного мозга и в подкорковых структурах. И в основных вот этих психологических теориях, психодинамической, бихевиоральной, то есть поведенческой, феминологической, когнитивной, там не предполагается наличие у человека какого-то высшего начала. Там человек — просто обычное земное существо, живой организм. И относиться к нему нужно просто как к живому организму, к такому биологическому объекту. И вся психология, так называемая, она занимается изучением только нейрогуморальной регуляции человеческого организма. Все дело в обмене нейромедиаторов. Вот и все. И то, чему учит психология, это нормализация обмена нейромедиаторов в центральной нервной системе. Да, там это все сложно, это предполагает процессы научения, какая-то теория, практика. В каждой системе психологии это есть. Но не более того. Что говорит православие? О человеке православие как психология. Человек — это неземное существо. Человек не здешний. Человек оказался здесь в результате грехопадения. Падение. Человек настолько выделен из всего, что есть в мире, что то, что было создано до человека, в том числе и все животные, были созданы для человека. Человек — это второй Бог. Это Бог с маленькой буквы. Адам — это настолько совершенное существо, что это он давал наименование всему, что Бог создал до него, в том числе и каждому животному. То есть Адам был настолько просвещенной личностью, что ему не нужно было ничего изучать. Он был в теснейшем общении с источником знаний, с Богом. И поэтому он мог проникать в сущность явлений предметов, живых и неживых, сразу, без анализа, синтеза и так далее. Потому что он общался с тем, кто наделил человека вообще способностью что-либо познавать с Богом. Нам даже трудно себе представить высоту и грандиозность первозданного состояния человеческой природы. Да. Грехопадение, то есть отпадение человека от Бога в результате нарушения той самой заповеди в раю, а не вкушении с плода познания добра и зла. Тоже, кстати, с плода познания добра и зла. В результате этого падения человек оказался там, где живут все живые существа до него. Это действительно было падение. И то, как человек сейчас выглядит и что он из себя представляет, это катастрофа. Это абсолютно ненормальное состояние человеческой природы. А вот психология считает, что человек в его теперешнем состоянии это абсолютно нормальное состояние человеческой природы. вполне естественное. Оно может портиться, может становиться лучше, но то состояние, в котором человек находится сейчас, это норма человеческой жизни. Это норма состояния человека. Православие никогда с этим не согласится. Человек – существо поврежденное, падшее, грешное. Грех – это жизнь человека без Бога. И все, что мы из этого делаем, это все греховные деяния. И человек грешный может только грешить, как больной человек может только болеть. А грех от падения человека от Бога – это и есть наша фундаментальная, коренная болезнь, источник всех бед и несчастья человеческих. И именно это подлежит уврачеванию в человеке. Не его естественное состояние должно быть как-то поправлено, а его противоестественное состояние, в котором он оказался, выпав из естественного. Естественное состояние – это Адам до греха падения. И сам человек вернуть себе состояние Адама не сможет. Это невозможно. Потому что человек – не самобытное существо. Он не сам себя сделал. А значит, он не сможет сам себя переделать. Человек после греха падения – не просто падшее существо. Это гибельное состояние человека. Человек погибает, и он нуждается в спасении. Знает он об этом или не знает. Судя по тому, что вещает светская психология – не знает. Человек насчет себя заблуждается. Он сам себя и не может знать. Но это так. И человек нуждается не просто в уврачевании, он нуждается в спасении. А в спасении – значит, в спасителе. А спасти его может только тот, кто его задумал и создал – Бог. И для этого Богу нужно самому становиться человеком, входить в историю, воспринимать вот эту падшую человеческую природу. И будучи самому безгрешным, потому что Бог и человек в одном лице, в одной личности Иисуса Христа, понести свою человеческую природу, убитую грехом, на крест. И пройти через все, через что проходит падший человек, через смерть. Ведь христианство утверждает, что до грехопадения, то есть в естественном состоянии человека, не было и смерти, не было вообще ничего из того, что мы сейчас знаем о человеке. Человек в результате грехопадения стал смертным, страстным и тленным. Мы даже не представляем себе, что это такое. Но смерть представляем, мы смертные. Страстный – страсть, страдание, болезнь – это слова-синонимы. Мы рождаемся больными. Все, что в человеке есть, все повреждено, все болезненно, все в расстройстве. Нет ничего в человеке, что не нуждалось бы в улучшении, изменении, в совершенствовании, в спасении. И человек тленный, значит, изменчивый. Как мы появляемся на свету? Соединяются две половые клеточки, и потом начинается процесс безудержного деления этой зиготы на множество-множество органов систем, формируется организм, но это распад, распад, распад – это постоянные изменения. Мы рождаемся сюда, на этот свет, мы едим пищу, которая в нас разлагается, мы меняемся, растем, потом начинаем увядать, стареть и в конце концов умирать, распадаться окончательно на химический элемент. Вот что такое тленность. Это не постоянство человеческой природы, даже телесной природы. На которой сосредоточена медицина. А что говорить о душевной природе? О душе. Душа постоянно меняется. Человек не может стать сразу совершенным. Ему нужно до этого совершенства дорастать, дорастать, накапливать жизненный опыт, знания, развивать свои душевные качества, ум, волю и чувства. Адам был изначально совершенной личностью. Он имел задание уподобляться Богу. Создадим человека по образу нашему и подобию нашему. Образ Божий в человеке – это данность, а подобие – это заданность. И эта заданность, уподобление Богу, может реализовано быть только в общении человека с Богом. Так вот, это общение было грехопадением прервано. И мы утратили свое подобие. И восстановить это подобие, как процесс, как возможность соединиться и с Богом, и бесконечно совершенствоваться, это может сделать только Бог. Вернуть человеку его подобие. Вот это то, из чего исходит православие как психология. И, что называется, почувствуйте разницу. Православие как психология знает о человеке несоизмеримо больше, чем светская психология. Светская психология изучает только поверхность человека. Она не может проникнуть в глубины человеческой души. А православие может. Православие как психология обладает этими инструментами, Богом врученными человеку же, чтобы узнавать о себе, то, что без Бога узнать вообще нельзя. Самопознание, говорит православие, возможно только на путях Богопознания. Без Бога ты себя никогда не узнаешь. Вот даже если мы будем исходить из теории личности, которые исповедуют психология и православие, то мы увидим, что совместить эти два направления человеческой культуры невозможно. Они противоречат друг другу в самом начале. Психология, исходя из того, что я сказал, не может вернуть человеку душевное здоровье. А православие может. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok